Чемпионат России Это Виктор Таран, коутербэк нашей команды, основное действующее лицо во время игры, то есть человек, который во время игры получает мяч и пытается его отдать точно партнеру. И то, без чего не обходится один футбол, Ксения Коркина, руководитель группы поддержки Rebels Cheer, который у нас выступает, дает шоу во время матча. И отлично выглядите, действительно, очень ярко и классно, прям как... Я как будто в американском кинотеатре нахожусь. Да, 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 действительно, настолько необычно видеть в российских реалиях то, как вы выглядите сейчас. Расскажите, как начался сезон? А сезон начался для нас, скажем так, ожидаемо. Мы поехали в Петербург, да, то есть надо отметить, что в этом году мы играем в самом сильном дивизионе, который есть. В стране собраны лучшие команды на данный момент, которые по своим игровым, организационным моментам превосходят всех в стране. Там играют 11-кратные чемпионы страны, финалисты чемпионата страны, две команды из Петербурга и две команды из Москвы. И, соответственно, мы пятая команда, Ярославская. А стартовали мы в Петербурге с матча с Грифонами, которым уступили 0-38. Все, конечно, нам предрекали более крупное поражение. Это одни из фаворитов? Да, это одни из фаворитов, претенденты на чемпионство. Вот, скажем так, два основных, которых выделяют в первую очередь, это Грифоны и Патриоты, московские 11-кратные чемпионы, кстати, вот с которыми сейчас идет на экране прошлогодний наш матч. И две команды, Северный Легион и Юнайтед, которые тоже очень амбициозные команды с сильными тренерами, которые тоже готовы побиться за то, чтобы попасть в плей-офф и выйти в финал. Для меня лично сюрприз, что это такая длинная уже история у американского футбола в России. Это так? То есть уже давно играют? В американский футбол играют, как пришел к нам, скажем так, моды на все американское с 89-го года. В 89-го года были проведены, даже еще в Союзе был американский футбол, более того. То есть было при федерации регби, было отделение американского футбола. И то есть оттуда вот идет вот эта раздача. И самое интересное, что зародился американский футбол не сколько в Москве, а даже на Урале. А расскажите, как же в Ярославль он попал? В Ярославль попал. Сидел один молодой человек на своих занятиях в нашем Демидовском университете. Думал, чем бы ему таким интересным заняться. Зовут человека Елисей Липский. Его сейчас, к сожалению, нет с нами в команде. Но все ему отдают должное, что он вот сделал нашу команду. То есть собрал первые вот роски, когда они втроем сначала собрались, купили мячик, начали кидать его. И вот из этого, из этих трех человек родилось вот то, что вы можете сейчас видеть на трибунах с прошлого года. И растет интерес от, ну как бы, изо дня в день. Здорово. А скажите, кто у вас в команде? Я слышала, что у вас даже настоящие американцы играют. Настоящие? Настоящие? Американцев у нас не играют. У нас ведь не было, да, никаких американцев? Нет, но только Джон Трано. Джон Трано только, если к нам приезжал. Ты был тренер. Тренер, в прошлом году вот тренер московских патриотов, которых опять же на экране, да, они, он тренировал их, и мы пригласили его вот провести нам пару тренировок, дать, скажем так, обучающие азы. И, собственно, до сих пор мы продолжаем контактировать, с ним общаться, то есть получаем какие-то советы, но игроков нет. Да у нас даже есть и так, цель такая в команде, чтобы команда была составлена из собственных воспитанников, то есть из ярославцев, что когда ты приходишь на стадион, ты знаешь, что ты играешь с человеком, который там, снова говоря, живет там, я не знаю, там, на проспекте Фрунзе, да, ты его можешь встретить всегда, там, может Брагина где-нибудь встретить в магазине. Просто это такие же обычные люди, за которых вот просто на один день перерождаются в игроков американских футбол. Просто у них очень большие плечи у всех, сразу можно определить. Это, да, это защитная экипировка. Да, у меня вопрос вот к квотербэкеру, правильно? Квотербэкер, правильно? Квотербэк. Квотербэк. Хорошо. У меня вопрос такой, в чем вообще суть американского футбола, правила? Я так и не понимаю до конца, я думаю, большинство не понимает, в чем правило. Как в него играют вообще? Ну, занести, то есть, да, не знаю, основная цель игры, ну, это как бы в любой игре выиграть как бы. Не может быть. Правила простые, много нюансов. Правила простые, набрать очков больше, чем соперник. То есть нужно с чем добежать до, подожди, обложку, да. А есть нюансы, которые, вот, собственно, и определяют знания, незнания. У каждой команды есть четыре попытки, чтобы пройти, скажем так, десять шагов. Ну, назовем так, в американском мире длины ярды, по-нашему это получается где-то девять метров. Ну, десять, будем брать, десять шагов нужно пробежать с этим мячом. А если ты за четыре попытки пробежал, тебе даются еще четыре попытки. И так до той поры, пока ты либо не занесешь, либо тебе эти четыре попытки не остановят, тогда в воде не перейдет другой команде. Хорошо, примерно я понял. Главное донести мяч до противоположной стороны поля, это главное. Хорошо, Ксения, вопрос. Да, вот я хотела, конечно, обратиться к вам. Расскажите, может быть, покажите какие-то элементы, научите нас чему-то, что вы делаете, как вы поддерживаете команду. Ну, мы начинаем с предматчевого шоу, выступают у нас три команды. Сначала детки выбегают с номером, но у нас больше идет не просто танцы с помпонами, у нас именно чирлидинг, как тоже американский, пирамиды, акробатика. Да, то есть потом у меня выходит группа юниорков, это юниоров из нас. Я думаю, интересно. Юниоров, девочки, они тоже у меня на спорте. Мы также ездим на соревнования, и они достаточно так, ну, они созданы недавно, но достаточно успешно, так скажем. Вот, и потом именно выходит Rebels Cheer, это взрослые, вот они как раз уже более такие танцевальные направления, помпоны, то есть кричат, они вот... То есть вы прыгаете там с сальто, крутитесь... Покажите какое-нибудь, пожалуйста, движение с помпонами, я просто мечтаю чему-нибудь научиться. Ну, с кричалкой, да, так как это... Ну, там, я не буду так наши большие брать, я просто одним словом. Ну, вот, например, Rebels, Rebels. То есть это происходит примерно так. И когда вас много, звучит это прям... А сколько обычный человек вот в команде чирлидинга? Транстоится командой тоже? Да, у меня три команды, в каждой команде по 20-25 человек. Вау, это звучит, наверное, на весь стадион, просто когда вы кричите Rebels вперед. Потрясающе. К сожалению, время заканчивается уже, может, последний вопрос еще какой-то у тебя есть? Да, вот я хотела спросить, а вообще ваш вид спорта, он очень травмоопасный. Я вот смотрю, вот такие синенькие. Я видел на руке у вас. Да, это, да, это... Прям страшно смотреть. Да, это ерунда, даже в этот простой... Я не знаю, может, кто-то ущипнул во время игры. Я когда за этим наблюдаю, мне просто страшно. Мне кажется, что вы сейчас всех там поугадаете. Да нет, на самом деле, если все выполнять по технике, если делать все верно, входить в контакт, правильно, то ничего травматичного такого нету. Это как любой вид спорта, он даже не входит в число самых травмоопасных. Большое количество спортсменов, травмы случаются всегда, все зависит от твоей подготовки и, наверное, везения иногда, как в любой ситуации. Ну что ж, спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Друзья, у нас в гостях была команда Rebels. Мы желаем вам победы на следующей игре. Спасибо. Мы сделаем все возможное, чтобы эту победу одержать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...